С самого первого года работы во время новогодних каникул в муниципальном бассейне «Дельфин» доброй традицией стало проведение рождественского турнира по водному полу. В этом году участие в нем приняли 30 воспитанников отделения плавания 7-11 классов. Муниципальный бассейн «Дельфин» проектировался как объект для обучения плаванию детей Славянского района. Именно для реализации этих целей рассчитана глубина его чаши. Но ее недостаточно для того, чтобы в полном масштабе культивировать здесь один из интереснейших водных видов спорта – водного пола. Однако славянских любителей плавания это не останавливает. Уже на протяжении 8 лет каждую зиму воспитанники секции плавания трех тренеров бассейна собираются в команды, чтобы попробовать свои силы в этой игре с мячом на воде. В плавании борьба идет самим собой, секундомером, ну а здесь уже, соответственно, они борются между собой. И сама вот эта борьба мужская, она в них воспитывает вот эти чувства мужества. В водном пола существует несколько правил, за исполнением которых пристально следит главный судья соревнований. Мяч обязательно нужно держать одной рукой, а на атаку дается всего 30 секунд. Гол забивается в ворота, защищает который вратарь. В поле играют по 5 человек. Эта игра развивает в ловкости силу, но главное – она способствует выработке у пловцов командного духа. Потому интерес ребят к рождественскому турниру год от года только увеличивается, отмечают участники. Когда проводится раз в год, это необычное плавание, что-то новенькое всегда хочется. Сергей стал одним из самых результативных игроков турнира. По итогам соревновательного дня его команда, тренер которой Антон Кудряшов, стала победителем. Анна Монастыренко, Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Антон Кудряшов, Георгий Калинин, программа «События».